Выбор пылесоса – дело ответственное. Но ничего, сейчас мы вместе с этим разберемся и выберем то, что нужно. Меня зовут Даша, с вами интернет-магазин Е96. Классика – это обычный знакомый всем пылесос для дома. Они могут быть для сухой или влажной уборки, с мешком или аквафильтром. Могут иметь разную мощность, вес и габариты, но конструкция стандартна – корпус, шланг, труба всасывания. Вертикальные отличаются конструкцией. Пылесборник и мотор соединены с трубкой всасывания. Они очень компактны, весят немного, удобны для хранения. Недостаток – мощность всасывания меньше, а уровень шума выше. Мощность всасывания – это эффективность пылесоса. От нее зависит, сколько пыли пылесос соберет. Внимание! Не путайте мощность всасывания с потребляемой мощностью. Производители часто пишут прямо на корпусе большие цифры, заманивая покупателей. Максимальная мощность всасывания – 800 Вт, но даже модели больше 500 Вт – уже редкость. Для уборки небольших помещений с линолеумом, плиткой, паркетом, ковровым покрытием с небольшим ворсом подойдет пылесос с мощностью всасывания 250-300 Вт. При более сильных загрязнениях, длинноворсных коврах и желании сэкономить время на уборку подойдут модели с мощностью от 300 Вт. Если же вы хотите использовать турбо-щетки, а в семье есть домашние животные, то лучше брать пылесосы от 350 Вт. И еще три вещи. Первое. В пылесосах с мешками мощность снижается при заполнении мешка. Второе. Чем выше мощность всасывания и ниже потребляемая мощность, тем дороже пылесос. Третье. У большинства моделей есть переключатель уровня мощности. Лучше взять мощный пылесос и использовать его на меньшей мощности, чем перенапрягать слабый пылесос. Мешок. Бывают бумажные и матерчатые мешки. Бумажные одноразовые. После заполнения их просто нужно выбросить, не вступая в контакт с пылью. Это гигиенично. Но бумажные мешки не удерживают мельчайшие частички пыли. А вот матерчатые удерживают. Они многоразовые. Это экономичнее. Но чистить их нужно вручную, стирать. Для одних и тех же моделей пылесосов с мешками чаще всего выпускаются и бумажные, и матерчатые мешки. Выбирайте, что вам больше подходит. Есть и альтернатива. Одноразовые мешки из нетканого материала. То есть и пыль удерживают, и стирать не надо. Но, конечно, это дороже. Напомним. Недостаток всех пылесосов с мешками. При заполнении мешка мощность всасывания снижается. Циклонный фильтр или без мешка для сбора пыли. Тут пыль собирается в пластиковую емкость. Пыль при этом сбивается в плотный комок, то есть при ее вытряхивании она не будет стоять столбом, как в варианте с мешком. Плюс мощность всасывания при заполнении емкости не уменьшается. Минус. Не задерживаются мелкие частички пыли. Зато крупные и острые предметы не пробьют прочный пластик. На сегодняшний день циклонный фильтр считается лучшим типом пылесборника. Есть пылесосы, в которых совмещены мешок и циклонный фильтр. Не можете выбрать одну из технологий? Берите два в одном. Аквафильтр. Тут суть в том, что пыль поступает в резервуар с водой. Получается грязная вода, которая после уборки просто выливается в канализацию. Плюсы. Гигиеничность, постоянная мощность всасывания, экономичность. Минусы. Большие габариты, сложность чистки. Промывать и просушивать резервуар нужно после каждой уборки. Выбор комплектации зависит от задач, которые стоят перед пылесосом. Если будете чистить длинноворстные ковры, да еще с шерстью домашних любимцев, турбощетка обязательно. Не все модели ее укомплектованы. В рубрикаторе Е96 можно отдельным пунктом отметить необходимость этого аксессуара. В стандартных комплектах обычно идут насадка-полковер, щелевая насадка, щетка для пыли. У некоторых продвинутых моделей встречается специальная щетка для сбора шерсти домашних животных и даже ультрафиолетовая щетка для антибактериальной обработки пола. В комплекте также могут идти мешки для сбора пыли и сменные фильтры. Что такое сухая уборка, объяснять не надо. Плюсы. Компактность, простота обслуживания, дешевизна. Пылесосы с функцией влажной уборки могут мыть полы, мебель, окна и плитку. В специальный резервуар заливается моющее средство. Затем оно распыляется по поверхности и тут же засасывается пылесосом. Грязная вода попадает в отдельную емкость. Здесь два больших плюса. Более эффективная уборка и увлажнение воздуха. Минусов много. Большие габариты, сложный уход. После каждой уборки нужно разбирать и сушить. Меньшая мощность всасывания, дороговизна. При паровой уборке пар чистит быстро и эффективно. Плюс убивает микробы и пылевых клещей. Минус, опять же, габариты и дороговизна. Также существуют модели, которые совмещают разные типы уборки. Все пылесосы шумят. Найти модель с уровнем шума менее 50 дБ сложно. Модели с уровнем от 50 до 60 тоже редкость. Можно считать тихими модели от 60 до 70, но их не так много. Основная же масса пылесосов работает с уровнем шума от 70 до 80 дБ. Чтобы вы представляли, 50 дБ – это разговор средней громкости. 60 – уже шумно, хотя нормально для рабочей обстановки в офисе. 70 дБ – действительно шумно, как громкий разговор или спор. Чаще всего уровень шума увеличивается с ростом мощности всасывания пылесоса. Но это не обязательно. Качественные дорогие модели и при большой мощности работают относительно тихо. И еще. Пылесосы с циклонным фильтром шумят больше из-за особенностей конструкции. Пылесосы бывают от 500 граммов до 20 килограммов. Многое зависит от типа уборки и пылесборника. Благодаря конструкции вертикальные пылесосы весят немного. Компактные модели с сухой уборкой весят 3-4 килограмма. Полноразмерные пылесосы весят 5-6 килограммов. Крупные пылесосы хоть и увесисты, зато емкость пылесборника больше. Пылесосы с влажной уборкой и циклонным фильтром крупнее и весят больше. Но у них и соответствующие преимущества. От длины шнура зависит радиус действия пылесоса. В стандартной квартире достаточно и 5-6 метров. Более длинный шнур будет только мешаться. Для больших помещений оптимальна длина шнура от 8 метров и более. Ответьте на вопрос, что убирать и как убирать. Если у вас небольшая квартира без толстых ковров и домашних животных, тогда выбирайте пылесос мощностью 250-300 ватт без турбощетки с недлинным шнуром. Толстые ковры и помещения побольше, мощность от 300 ватт и шнур от 8 метров. Если у вас есть домашние животные, тогда выбирайте пылесос с турбощеткой и мощностью от 350 ватт. Хотите мыть? Берите с влажной уборкой. Хотите избавиться от микробов? Берите с паровой. Выбирайте ваш пылесос в интернет-магазине Е96. И помните, чистота – залог здоровья. Пыль при этом сбивается в плотный комок, то есть при... Маленький, маленький. Простота обслуживания – дешевизна. Если будете чистить длинноворстные ковры, да еще и с шерстью домашнего любимца, турбощетка – обязательно. КОНЕЦ КОНЕЦ